друзья всем большой привет сегодня у нас будет интересный урок по поводу создания макета что не такого плана типа фона либо паттер называться по-другому то есть как создать ведь настенные обои то есть суть в том что мы сегодня самостоятельно отрисуем вручную полностью весь макет примерно цикл я весь вам покажу не надо прям ориентироваться на меня можно просто для примера взять как это все делается то есть насколько все это просто делается и таким образом можно рассчитать в принципе любой макет то есть такого плана либо такого плана давайте рассмотрим этот тут вариант я здесь самое главное понять закономерность сохраняем на рабочий стол формат пнг отличный вариант вот может быть чуть позже рассмотрим такого варианта макет то есть он тоже не сложный тут все очень просто на самом деле и делается тоже очень легко вот переходим в корал драфт то есть для работы нам потребуется картинка и корал драфт загружаем картинку корал драфт смотрим на здесь есть такие вот необычные треугольнички но если по другому среде это это сторона угла кубика то есть именно вершина угла кубика вот как ее создать но я обычно использую просто вариант рисую от руки вот что-нибудь подходящее либо делаем расчет непосредственно уже ну каком закономерности до создаем кубик равномерный допустим там 10 миллиметров с длиной стороны обязательно делаем его сверхтонким абресом надо теперь понять отношение ширины пики и высоты пики ну давайте сделаем 1 5 1 5 соответственно надо сделать что длина у нас 10 на 16 делать кубик шириной 2 2 миллиметра делаем сверхтонки абрес указываем здесь высоту 10 ширину 2 миллиметра отлично выделяем наши два кубика делаем их синхронно то есть центруем по отношению по вертикали и горизонтали дальше дальше все очень просто все элементарно берем большой кубик правой кнопкой преобразовать кривую дальше выбираем работа с точками переходим и точки центруем по отношению к центру нашего маленького кубика обязательно есть от центровали нижние края центруем по вот этим вот краям и получаем вот такую-то интересную пику в дальнейшем нам внешний кубик то есть прямоугольник уже не нужен нам нужно только лишь наша пика клацаем по ней два раза стоп еще раз клацаем и переводим центр в нижнюю центральную точку вот теперь нам понадобится инструмент называется преобразовать преобразование выбираем вращение вращение нашей пики делим 360 на три позиции то есть на три угла получаем 120 градусов 120 градусов и нам нужно сделать еще две пики то есть нажимаем принять получаем две вот таких вот еще дополнительные пики то есть в принципе то что нам необходимо мы уже сделали выделяем три наших пики делаем у них получается слияние и получаем нам необходимый элемент вот теперь чтобы понять нашу в целом закономерность нам нужно сделать что обратите внимание что где заканчиваться наша одна из элементов то есть наша фигура начинается элемент рукой фигуры то есть мы можем сделать повторить преобразование на нужное нам количество таких элементов ну давайте сделаем допустим за 30 элементов сделаем вы 115 миллиметров хорошо делаем движение вверх делаем копий 29 потому что одна у нас уже есть и у нас образуется 30 таких вот копий обязательно сразу наши копии мы выделяем и группируем отлично следующая закономерность может быть заметил у нас вот в этом вот угле 120 градусов в такой же закономерности расположены наши элементы и в этом положении также закономерно расположены наши элементы здесь тогда суть очень простая нам нужно наш элемент ну давайте так скопируем его давайте control c control v вставляем и делаем разворот на 120 градусов дальше 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 все очень просто двигаем его в саму нижнюю часть цепляем за нижнюю точку и подводим к нашей нижней точке вот это вот горизонтальная часть то есть под углом часть она будет нужна только лишь для создания первой сетки нашей хватаем на следующий элемент удерживаем кнопку control и тянем в правую сторону и нажимаем правой кнопкой мыши создали копию делаем то же самое со следующим элементом видно что здесь немножко не срослось чуть-чуть еще раз хватаем тащим копируем дальше то же самое хватаем тащим копируем теперь можем упростить для себя задачу скопировать три части правой кнопкой группа теперь просто схватить все наши три элемента отнести в сторону и скопировать можем также упростить задачу уделить все элементы сгруппировать и уже получается шесть элементов мы просто сдвинем и скопируем двигаем и копируем вот ну давайте дальше также сделаем тоже 6 элементов сдвинем и скопируем так 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 что-то у нас чуть-чуть не скопировалось да куда надо передвинем на место отлично так теперь нам надо посчитать сколько у нас всего получилось елочек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать ну пускай будет 18 штук хорошо следующая задача очень простая мы выделяем все наши елочки через кнопку shift мы отменяем выделение вот и данных елочек правой кнопкой нажимаем группа и вся наша партия елочек полностью скопирована теперь все очень просто настолько просто что проще но не бывает хватаем одну из наших елочек за нижний край тащим нашему диагональному направляющему и нажимаем правой кнопкой скопировать скопировали отлично дальше чтобы нам теперь устранить личный здесь элемент пока у нас выделен один из наших элементов мы теперь делаем через кнопку shift выделяем не выделенный элемент нажимаем правой кнопкой группа и весь наш баннер просто двигаем в сторону где нам не будет мешаться удаляем диагональную елочку удаляем нашу ну давайте будем удалять ее еще раз выделяем наш баннер правой кнопкой все сгруппировано смотрим давайте заливку сделаем теперь смотрим внимательно в принципе все что было создано на картинке создано теперь нашем баннере то есть все идентично все оригинально все то же самое создание таких баннеров не составляет сложности вы заметили что здесь заняло всего лишь 8 минут опять же с обучающими видеороликом если подобно без обучения было бы гораздо быстрее создать инверсию данного баннера еще гораздо проще мы делаем отмену заливки оставляем только лишь черный контур замер баннера составляет 47 на 45 мы делаем размером кубик 480 допустим пишем 480 теперь выделяем оба наших объекта центруем обязательно их так очень важно правой кнопкой разгрюбировать все полностью выделить опять два объекта и сделать у нас объединение и сделать просто заливку с отменой контуровки все мы получили нашу инверсию которую можно использовать дальнейшим для гравировок на любых других элементах то есть как вы видели в прошлом ролике была заливка у нас по монетке в принципе можем сейчас будет подготовить данный макет под заливку макета то есть под монетку и провести банальный тест как это все будет выглядеть давайте так и сделаем удаляем картинку так нам картинка уже больше не нужна данный макет сделаем размером ну хотя бы вот так вот чтобы было более или менее приятно все это выглядело монетка у нас размером идет 32 миллиметра задаем 32 миллиметра ctrl c ctrl v меняем размер на 30 миллиметров так как мы будем делать внутреннюю часть выборки монетки на 30 миллиметров отлично еще один момент у нас наша монетка является черным цветом мы здесь зададим цвет цвет именно зеленый пускай зеленый допустим так стоп так вот обязательно забывайте задавать толщину сверхтонкий абрис чтоб у вас была реальная реально скажем так размер ваших символов так смотрим ну прикольно но не до конца прикольно конечно давайте еще чуть чуть сделаем меньше размером чтоб была детальность так как наши станки позволяют делать очень мелкие детальные вещи мы этим воспользуемся так так отлично все очень просто выделяем внутреннее кольцо через shift выделяем наш баннер делаем такую выборку называется эта выборка ну кто спел это прочитал кто не прочитал тот посмотрит там отдельно вот сдвигаем наш основной баннер в сторону и получаем готовый такой классный макет макет сохраняем в формате обязательно cdr пишем здесь фон сетка триугольники сохраняем в формате cdr для себя для дальнейшего редактирования ctrl-shift-s сохраняем в dxf формате опять же для escada и сейчас проведем такой банальный тест дурацкий не всегда он позволяет это сделать хорошо формат plt plt бывает часто увидели что он криво все это дело сохраняет ну так бывает сохранить тест проведу уже за ну давайте при вас я настрою сам escad запускаем станок запускаем наш G50LP с линзой 100 на 100 если долго запускается значит все хорошо у нас правильно все работает делаем запуск преднастроек ctrl-o start 110 ну у меня start 100 называется по другому еще нам нужен будет элемент скорее всего этот желтый либо какой-нибудь элемент помягче что-нибудь ну думаю либо черным вариантом гравировать маркера так ctrl-b фон сетка треугольники формат plt теперь для меня принципиально важно чтобы качество было не из жопы оно из жопы здесь получилось но тогда мы его не будем использовать то есть у плт есть формата какая-то одна проблема что с круглыми элементами он очень плохо работает как можно решить еще задачку здесь смотрите давайте так в принципе у нас здесь все хорошо кроме двух элементов это кругляшков мы сейчас сделаем проще нажимаем ctrl хотя в принципе ну давайте я вам покажу два варианта нажимаем ctrl-u разкупировку еще раз разкупировываем то есть разкупировываем два раза убираем лишнюю сетку которая нам здесь не нужна наш весь элемент мы полностью целиком загоняем в центр рабочего стола и делаем два варианта убираем это синее кольцо и вот это синее кольцо мы тоже убираем задаем теперь просто два круга один круг у нас будет равен 32 миллиметрам для трассировки наших нашего местоположения объекта ctrl-c ctrl-v шаг ниже шаг влево и размер пишем 30 тридцать точка и один применить тридцать точка и один и у нас здесь чуть чуть не задалось потому что видите у нас зеленые элементы они выступают за пределы нашей линии если мы будем в таком варианте задавать гравировку то мы не получим хорошего качества опять же я грешусь на то что это заливка плт она кривоватая в этом плане мы можем просто уменьшить саму заливку но мы не получим достойного результата поэтому это все удаляем ctrl-b фон и загружаю формат dxf то что у меня сейчас создат меньше всего головника ctrl-u ctrl-u два раза выделяем наш элемент удаляем элемент лишний выделяем нашу монетку загружаем ее в центр рабочего поля здесь все настолько просто что мы выделяем наш элемент кольца назначаем его черным цветом тут тоже самое назначаем черным цветом теперь мы делаем выборку наших треугольничков синим цветом и задаем размер чуть чуть ниже ну давайте нас здесь 29 и 9 ctrl-c здесь также прописываем 29 но только допустим 8 и нажимаем enter звездочки наши чуть чуть уменьшились и тем самым нет 8 это слишком мало давайте так 9 вот тем самым у нас есть небольшая фора по работе с данным макетом опять же чтобы у нас макет правильно заливался нам надо также создать дополнительно вот такое вот колечко одно черное делаем ctrl-c, ctrl-v шаг вниз шаг влево и назначаем его синим цветом теперь все просто и элементарно мы будем с вами делать выборку внешнего слоя то есть с этим мы выделяем наше черное кольцо так где у нас выборка черный цвет окей черный цвет мы с вами выделили смотрим где у нас они находятся вот они особо значит нам надо только лишь вновь скопировано все это ниже отлично выделяем черное колечко и делаем отдельно его заливку заливку поверхности слоя скалочка crosshatch маркировка контур обязательно нажимаем ok тем самым мы залили в гравировку нашей монетки дальше заходим в выборку в выборке делаем синий цвет нажимаем ok делаем теперь заливку по синему цвету задаем синий маркер в принципе все то же самое нажимаем ok получаем вот такой вот элемент где у нас будут заливаться все наши синенькие точки здесь есть небольшой нюансик мы на монетке отгравируем получается именно выборку самих треугольничков к сожалению за одну конечко другая наоборот оставить эти треугольнички чтобы получилось все более интересно значит соответственно что мы делаем ctrl z и отменяем нашу заливку именно нашего контура который мы создали дополнительно то есть здесь он к сожалению нам не пригодится выбираем вот этот элемент нажимаем delete ctrl z еще раз один момент delete делаем выборку только лишь синих элементов заходим заходим в заливку и заливаем отлично видите у нас теперь залилось все вокруг кроме наших пирамидок то есть у нас теперь все есть кроме пирамидок пирамидки наши останутся в целом мы теперь этим краем мы трассернем дальше получается мы отгравируем слой полностью вверх мы утопимся плюс мы сделаем выборку пирамидок что еще я хочу сделать финишный вариант это будет мне обязательно полировка то есть чистка и полировка опускаем ниже немножко перетянул чтобы визуально видно вот так вот добавлю слой чистки ctrl c, ctrl v шаг вниз шаг влево и его я назначу уже непосредственно зеленым цветом и сейчас пробежимся по параметрам как это лучше сделать принять что еще здесь из нюансов то что мы задавали цвет черный будет проходов у нас несколько ставим вращение обязательно по этому макету то же самое вращение нам нужно потому что мы сделаем минимум 10 проходов по зеленому мы сделаем всего лишь два прохода нам это больше не надо теперь по поводу параметров черный параметр у нас идет скорость давайте сделаем 1500 на 60 глубоко мы не будем уходить по синему делаем то же самое 1500 на 60 частота 40 повторю станок GPT-50LP с линзой 100 на 100 по зеленому маркеру так и оставляем вот в принципе все что хотел я сделал запускаем процесс гравировки и показываю вам результат ребят от вас не забываем ставить лайки не забываем подписаться на канал кому интересно смотрим что получилось в итоге все всем хорошего дня на встрече всем пока пока покажу вам что ребята смотрите сами судите сами в принципе тема прикольная тема интересная тема увлекательная субтитры создавал DimaTorzok